Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе Иисуса Христа. У нас проходит школа исцеления. Мы берем 19 случаев исцеления, записанных во время земного служения Иисуса, и разбираем их строчку за строчкой, изучаем их. Сегодня мы будем учиться в домашней обстановке. Присоединяйтесь ко мне и моим друзьям, и будем вместе наслаждаться изучением Слова. Знаете, в Слове сказано, что земное служение Иисуса заключалось в учении, проповеди и исцелении. Поэтому, когда вы слушаете учение Слова, в вашей жизни совершаются дела Иисуса. Это точно такие же дела Иисуса, как исцеление и чудеса. Поэтому вы освобождаете свою веру, слушая учение, и вы сможете получить помощь, получить исцеление, прямо слушая учение Слова. Не сидите просто так, с бездействующей верой. Ожидайте что-то. Я рекомендую вам посмотреть предыдущий эпизод, потому что сегодня мы продолжим говорить об исцелении скорченной женщины. Прочитаем еще раз Луки 13, с 10 по 17 стих. В одной из синагог учил Иисус в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Только подумайте. Какие небесные слова после 18 лет страданий. 13 стих. «И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана». Прислушайтесь. «Которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст их в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Итак, мы хотим изучить эту историю стих за стихом. Десятый стих. «В одной из синагог учил Иисус в субботу». Тело Христа нуждается в учении более чем в чем-либо другом. Как мы говорили, у Иисуса было тройное служение – учение, проповедь и исцеление. Если мы хотим творить дела Иисуса, нам нужно учить, проповедовать и исцелять. «Упуская исцеление, мы упускаем существенную часть дел Иисуса». Далее. «Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Заметьте, здесь говорится о духе немощи. Это не было от Бога, это был злой дух. Дух немощи вызывает у человека болезнь за болезнью, за болезнью, за болезнью. Такое ощущение, что тело никогда не бывает здоровым. Как только вокруг грипп или вспышка любой другой эпидемии, этот человек заболевает каждый раз. Сезон простуд – он болеет, сезон гриппа – он болеет. Болезни стали для него нормой жизни из-за этого духа немощи. Облегчение как будто не бывает. Дух немощи является причиной постоянного плохого здоровья. Или, как в случае с этой женщиной, он вызывает длительное заболевание. Оно надолго остается в жизни человека, пока, наконец, кто-то не скажет «хватит». Итак, мы видим, что у этой женщины был дух немощи 18 лет. Не свыкайтесь с чем-то просто потому, что оно у вас уже долго. Так часто люди просто привыкают и терпят. Но Иисус так много заплатил, чтобы нам не приходилось терпеть. Нам нужно применять свою власть и прогонять все это. Дух немощи 18 лет заставлял ее ходить в нечеловеческом состоянии. Люди не созданы ходить вот так, согнувшись пополам. Она пыталась выпрямиться, но не могла. Как же дьявол ликовал, видя это искореженное тело? Он наслаждается, видя страдания. Потому что он сам страдает. И он воспроизводит то, чем является сам. И он наслаждался, видя страдания этой женщины. Дьявол наслаждается, когда мы миримся с тем, от чего мы освобождены. Давайте не будем с этим соглашаться. Применим свою власть. Слово говорит «противостаньте дьяволу» и убежит. Иисус не будет противостоять вместо нас. Он вместо нас одержал победу. Он вместо нас победил. Он дал нам победу и сказал «теперь вы ее применяйте». Применяйте. Как мы уже говорили, будучи еврейкой, она постоянно посещала синагогу. Но в этот раз все было по-другому. Будучи еврейкой, она с детства ходила в синагогу. А значит, и все эти 18 лет, и все же не получила помощь. Так не должно быть, что люди приходят в наши церкви и не получают помощь. Если они не получают помощь, нам нужно выяснить, почему люди не исцеляются. Аминь? Она не осталась сидеть дома и жалеть себя. Послушайте. Когда вам нужна помощь от Бога, вам необходимо попасть туда, где Бога прославляют. Идите в церковь, которая учит Слову, которая акцентирует исцеление. Нелегко получить исцеление, посещая церковь, где не возвеличивают целителя. Чтобы получить, нужно услышать вера отслышания. Поэтому обязательно идите туда, где вы услышите об Иисусе Целителе. Услышите учение Слова. Аминь? Итак, Иисус увидел ее. Можете себе представить, Он видит женщину, нуждающуюся в том, что у Него есть. Иисус, увидев ее, подозвал. Он не пытался все упростить для нее. Вы понимаете, что ей трудно было встать? У скорченного человека все смещено. Тело не работает. Все трудно. Колени не на месте. Позвоночник смещен. Бедра смещены. Только представьте, 18 лет все было выведено из строя. Не только ее спина была скорчена. Это влияло на все суставы, на все. И потому ей было затруднительно подняться. Так? Итак, Иисус не просто подошел и все сделал за нее. Ему нужно знать, насколько сильно вы этого хотите. Насколько сильно вы этого хотите. Итак, Он подозвал ее к себе. Позвольте сказать, всех страждущих Иисус подзывает к себе. Каждого страждущего Он подзывает к себе. Каждого, кому больно, каждого, кто терзается в своем уме, каждого, кто мучается, Он подзывает к себе. Аминь. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей. Заметьте, Он подозвал ее, она подошла, и Ему было, что ей сказать. Дьявол говорил 18 лет через ее тело. За дьяволом все время было последнее слово в ее теле. И теперь Иисусу было, что сказать по этому поводу. Я обожаю Его слова. Женщина, ты освобождена от недуга твоего. Не освободишься, а уже сейчас освобождена. Заметьте, Он сказал это ей, когда ее тело все еще было согнутым. Он сказал о том, что ей принадлежит, а не о том, что Он видел перед собой. Вот что нужно делать, находясь в завете. Говорите о том, что ваше, а не о том, что вы видите. Когда то, что вы видите неправильно, не говорите об этом. Говорите о своем завете. Иисус сказал ей, как у дочери Авраамовой у тебя есть завет, и в этом завете ты освобождена. Он сказал ей о том, что ей принадлежало, как дочери Авраамовой. Он сказал, женщина, ты освобождена. Можно вам сказать, она все 18 лет была освобождена, но не знала об этом. Но пришел тот, кто знал. Пришел и сказал ей. Кто-то пришел и что-то сказал. Он сказал, женщина, ты освобождена от недуга твоего. Но, обратите внимание, Библия говорит, что там был нечистый дух. Он прицепился к ее телу. Не к ее духу, а к ее телу. И он был причиной этой болезни. Итак, мы знаем, что там присутствовал злой дух. Но Иисус ни разу даже не упомянул его. Он не обратился к бесу. Делал ли он это иногда? Да. Но заметьте, все, что он сделал здесь, это сказал ей истину. Ты освобождена от недуга твоего. Он не изгонял беса. Как я уже говорила, все нужно делать по водительству Святого Духа. Почему Иисус не изгонял беса? Он следовал водительству Духа в том, как служить этой женщине. Потому что в других случаях, где присутствовал злой дух, он разбирался со злым духом. Так что не нужно равнять всех под одну гребенку, используя один и тот же подход. Нужно следовать водительству Духа. Аминь. Он просто сказал ей о ее завете. Люди живут с осознанием дьявола. Но родившись свыше, вы должны жить с осознанием Бога. Вам нужно жить, осознавая, что тот, кто в вас больше. А люди сосредотачиваются на дьяволе. Но заметьте, Иисус не служил ей, думая о бесах. Он служил ей, осознавая завет. Она могла бы сделать то же, что сделал Иисус. Он сказал, женщина, ты освобождена. Он провозгласил ей завет. Она могла бы встать и сама себе провозгласить завет. Аминь. Вы скажете, у меня нет никого, кто послужил бы мне, как Иисус. Вы можете это сделать. Вы можете провозгласить слово самим себе. Слово разберется с врагом. Есть помазание на слове, и когда мы говорим слово, это помазание разрушает ярмо. Простое провозглашение слова прогонит злое влияние. Аминь. Так что не будьте поглощены и захвачены мыслями, о, а что если там бес? Это не важно. Просто говорите слово. Просто говорите слово. Но есть ли у меня бес или нет? Не важно. Просто говорите слово. Аминь. У каждого христианина есть такое же право, как у этой дочери Авраамовой. Иисус сказал, ты освобождена от недуга твоего на основании завета. У каждого новозаветного верующего тоже есть завет, только лучше. У нас лучший завет. И у нас есть право так говорить, потому что в слове написано, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И каждый раз, когда что-то нас преследует, досаждает нам, у нас есть право встать и сказать, кого сын освобождает, тот свободен, и я свободен прямо сейчас. Вы скажете, но я не выгляжу свободным. Она тоже не выглядела. Она тоже не выглядела. Иисус просто провозгласил то, что ей принадлежало. Он не говорил о том, что проявлялось в ее теле. Он провозгласил то, что ей принадлежало. Вера говорит о том, что вам принадлежит. Сила Божья начнет течь, когда вы начнете говорить о том, что вам принадлежит, а не о том, что вам досаждает или пытается вас встревожить. Аминь. Итак, Иисус сказал ей, «Женщина, ты освобождена от недуга твоего», и возложил на нее руки. Он не всегда возлагал руки на больных, но в этом случае возложил. Он возложил на нее руки, посмотрите, и она тотчас выпрямилась. Можете представить? Впервые за 18 лет ее человеческое достоинство не было унижено. Ее тело не было скорчено. Она не была вынуждена ходить, теряя свое достоинство. Ведь прежде ее тело даже не удостаивалось почтения из-за того положения, в котором болезнь держала ее. Она не могла посмотреть кому-то в глаза. Она не могла ходить, как ходит обычный человек. Итак, Иисус сказал слово. Он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась. Вы только представьте, что это было за шоу. И все в синагоге это видели. Послушайте, она ходила туда 18 лет, и никто другой ей этого не говорил. Никто другой не дал ей этих знаний. Никто другой не напомнил ей о том, что она в завете, завете Авраама, который ей принадлежал. Никто другой. Они могли это сделать, но не сделали. Она выпрямилась и стала славить Бога. Получив что-то от Бога, славьте Его за это. Славьте Его. Представьте, как это выглядело. Разве каждый присутствующий не должен был закричать «Слава Богу!» Но представьте, не каждый так отреагировал. Когда вы видите, как Бог делает что-то для кого-то, уж лучше присоединитесь и прославьте Бога. Если вы не присоединитесь к хвале, вы станете критиком. 14 стих. Досадно читать, что было дальше. Печально. 14 стих. «При этом начальник синагоги негодуя, ему следовало бы негодовать, что за все 18 лет в его синагоге эта женщина не исцелилась». Вот о чем следовало бы негодовать. Ведь забота начальника синагоги, чтобы Бог мог творить там, что хочет. Но дьявол творил, что хотел, в жизни этой женщины 18 лет, и начальник был не против. Почему он с этим мирился? Почему его устраивало? Что она приходила с Агбенной и уходила с Агбенной. Мы не должны мириться с тем, что наши братья страдают. При этом начальник синагоги негодовал. Почему? Потому что Иисус исцелил в субботу. Что начальник этим сказал? «Исцеление недостаточно, свято для субботы». Вот что он сказал. Он принизил исцеление. А откуда оно пришло? Оно пришло от Бога. Иисус сказал, «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. И принижая исцеление, вы принижаете Отца, Который во мне». И благословение Господне не сойдет на вас через принижение Отца. Итак, увидев это великое чудо, начальник рассердился. Если, видя исцеление, вы притыкаетесь, явно есть определенная нехватка знаний. И начать не помешало бы с покаяния. Итак, начальник рассердился, считая, что исцеление не достойно субботы. Но Иисус высветил исцеление, показав, что это святой поток. Святой поток, достойный этого дня, который вы называете святым. Аминь. И на церковных служениях людям уместно исцеляться. Не нужно это делать после служения или где-то за кулисами. Это можно делать прямо посреди собрания. Именно так поступил Иисус, не правда ли? А начальник синагоги проявил полное отсутствие сострадания. Если вы потеряли сострадание, значит, вы больше не в Божьем потоке. Божий поток – это поток сострадания. Бог любит человечество. Бог видит его грехи, видит все его дела и все равно любит человечество. А начальник синагоги очерствел к нуждам людей. Почему? Он 18 лет видел, как эта женщина приходила и уходила, и ничего с этим не делал. И это сделало его черствым. Когда мы не против болезней и ничего с ними не делаем, это негативно на нас влияет. Это делает нас бесчувственными к нуждам людей. К тому же, не он ведь был скорчен 18 лет, не у него ведь была нужда, не он страдал. Легко игнорировать чужие страдания. Его больше волновал день недели, чем страждущий человек. Он обернулся и упрекнул Иисуса и женщину, потому что он обратился к собранию. Посмотрите. Начальник сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Ну, она не исцелилась в его церкви ни в один из шести дней, ни в субботу. Она ничего такого не получила в его синагоге. Что ты имеешь в виду приходить и тогда? Я приходила 18 лет и ничего такого не получила. В его словах нет никакой логики. Он говорит, что ей следовало прийти в один из других дней, а не в субботу, чтобы получить исцеление. Она там была 18 лет и ничего не получила? Ни в какой день? Ни в субботу, ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в какой день, ни в какой день. Она-то приходила. Он держался за свою религию вместо того, чтобы ухватиться за то, что Иисус принес, что Бог предложил его собранию в тот день. Ему важна была установленная система, и чтобы никто не покушался на его устои, не менял его правила. Итак, Он обратился к народу и сказал, «Есть шесть дней, которые должно делать. В те, и приходите исцеляться, а не в день субботний». То есть, Он также упрекнул эту женщину за то, что она исцелилась, сказав ей, «Тебе нельзя было сегодня исцеляться». Не сегодня. Это же бессмыслица какая-то. Он был не против, чтобы она была связана в тот день. Главное, чтобы она не была исцелена в тот день. Вау. Почему же его так долго устраивало, что она была связана? Потеряв сострадание к людям, вы будете спокойно относиться к их мучениям. Видите ли, обратившись к людям, начальник синагоги по сути сказал, «Иисус не должен был это делать в субботу, а она не должна была в субботу приходить за исцелением». 15 стих. «Иисус ему ответил». Иисус не оставил за ним последнее слово. Последнее слово решающее, и оно не будет таким. Иисус ответил, поставив ему диагноз в одном слове «лицемер». Лицемер. И он, по сути, сказал, «Когда твоему животному нужна вода, ты трудишься и прилагаешь усилия в субботу, чтобы его напоить, но ты считаешь, что неправильно человека, который в завете с Богом, освободить в субботу». Когда для вас животное ценнее человека, с вами что-то не так? земля была сотворена не ради животных, она была сотворена для людей. Люди и животные не относятся к одному классу существ. И если животные тебя волнуют больше, чем люди, ты лицемер. Вот что Иисус сказал начальнику. Нельзя путать приоритеты. 16 стих. Тут уже Иисус преподал ему учение. Иисус ответил «Сию же дочь Авраамову». Неважно, как долго она была скорчена, она все равно принадлежала Богу, которую связал сатана. Дьявол сделал это с ней. Вот уже 18 лет не надлежало ли освободить от усих в день субботний. Иисус назвал это обязанностью. Ее обязательно нужно было освободить. Она так долго была связана и надлежало освободить ее. Иисус опять-таки показал, что дьявол связал эту женщину. Начальник синагоги встал на сторону того, что дьявол сделал с этой женщиной. Он отстаивал, что она должна была остаться связанной, она не должна была исцеляться в субботу, а Иисус не должен был служить ей в субботу. То есть он примкнул к тому, что дьявол сделал в теле этой женщины. А Иисус назвал святой обязанностью заботу о ее свободе. Мы знаем, что Иисус целитель, и у нас есть святая обязанность рассказывать об этом другим. Видя, что Иисус так дорого заплатил за свободу людей, у нас, как у служителей, есть святая обязанность помочь им войти в этот свет. Аминь. У нас есть святая обязанность распространять свободу. А для этого нам нужно изучать слово, для этого нам нужно обретать навыки слова. 17 стих, «И когда говорил он это, все противившиеся ему». То есть, не только начальник синагоги противился ему в тот день. Лишь о начальнике мы читаем, что он что-то сказал, но здесь написано «все противившиеся ему». То есть, он один это озвучил, а другие ему поддакивали. Он один высказался против этого акта исцеления, но были и другие думавшие, да, он прав. Но когда Иисус обличил их, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Заметьте, Иисус вернул правильное мышление в синагогу. Он принес правильное мышление. Слушая тех, кто мыслит неправильно, вы будете мыслить неправильно. И люди противились Иисусу в тот день, потому что они вращались в кругу неправильного мышления. Начальник синагоги продемонстрировал, какое мышление было в том месте. Он должен был бы радоваться. Ему следовало бы сказать, научи меня этому, Иисус, научи меня этому, чтобы люди, приходящие меня послушать, могли получить то, что она получила через тебя. Слава Богу, что Иисус вернул правильное мышление. Мы не знаем, изменил ли начальник синагоги свое мышление. Написано, что он устыдился. И следовало стыдиться такого мышления. И уж точно не стоит озвучивать неправильное мышление. Важно спрашивать. Отец, нужно ли мне что-то исправить в моем мышлении? Я беру слово, я хочу исправить мое мышление. Аминь. Аллилуйя. Исцеление – это истина Слова Божьего. Оно нам принадлежит. И мы хотим прямо сейчас послужить нашим зрителям, нуждающимся в исцелении. Исцеление вам принадлежит. Иисус за него заплатил. Мы говорим, будьте свободны во имя Иисуса. Кого Сын освобождает, тот свободен. И я говорю, боли оставить ваше тело. Я говорю, мучению оставить ваш ум во имя Иисуса. Встаньте и скажите, я свободен во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrainministries.org.